Марина, здравствуйте, рада вас видеть в нашем городе. Я думаю, многие ждали вашего приезда с нетерпением, потому что все видят вас онлайн, а вот вживую это уникальный шанс вас увидеть. Знаете, я посмотрела ваши тренинги перед нашей встречей и удивилась, что практически везде есть такая тема, как полюби себя. Неужели люди к себе так плохо относятся? Да, люди к себе плохо относятся, хотя им кажется, что это норма, что это нормально, вот такое к себе отношение. Но когда начинаешь разбирать, видишь, в чем реально вот эта вот нелюбовь глубокая. Это, конечно же, не из-за того, что у нас люди такие группы, а в силу территориального, прежде всего в силу территориальных особенностей и в силу того, что случалось с нашей страной. Поэтому люди привыкли быть безответственными, люди привыкли быть детьми, да, люди привыкли, что несчастье – это норма, что постоянно что-то случится, это нормально, надо ждать какой-то большой беды. И что хорошо – это скорее исключение. И если кому-то хорошо, то значит, что-то с ним не так. Он какой-то человек этот, что-то он такое втихаря делает, если у него в жизни все хорошо. Любовь к себе – такое бытовое название, да, мы разделяем на всякие такие коротенькие стратегии. А что делать? А что делать? Я люблю себя, значит, что я делаю? И, например, тема отношений, да, любовь к себе. А как в отношениях должен человек сам к себе относиться прежде всего, чтобы отношения были успешными? А как к себе он должен относиться в теме денег, чтобы денег стало больше? А как он должен относиться к себе в теме самореализации, чтобы самореализация наконец-то случилась на таком достойном уровне? Вот что конкретно делать, да, чем любовь отличается от нелюбви? Что делать? В общем, что делать? В каждом тренинге что делать? А бывают такие случаи, когда человек любить себя вдохновляет другой человек. Это редкие случаи? Можно все-таки, наверное, с себя начать или можно ждать какого-то принца или какой-то спасительный круг? У меня 72% аудитории – это все-таки женщины. В жизни женщины, конечно, мужчины должны прийти и принести счастье в лукушке, принести деньги, счастье, любовь, все что угодно, да, и будет хорошо. Но он же может и уйти. И значит, он унесет это счастье в лукушке. Поэтому… А такого быть не должно. И все-таки, чтобы нормой в отношениях стало не «кто-то придет и осчастливит», а «я уже счастлива». Вообще я целый человек. Почему большая часть отношений после определенного периода времени начинают рушиться? Потому что у женщины повышается тревожность. Мужчина пришел, счастье, значит, принес, все хорошо. Но вот эта ставка на красоту и молодость женщины, которая проходит со временем, и женщина начинает тревожиться. Он найдет кого-то моложе, он найдет, он уйдет, уведут, унесет ресурс. Все, да, все, начинается тревожность. Тревожный партнер в отношениях, но это головная боль. Единственная, простите, причина для отношений сегодня – это взаимообмен счастьем. И если ты можешь дать хорошие новости, хорошее настроение, рассказать о своих хобби, рассказать о том, что тебя волнует, что ты работаешь над какими-то проектами, загорелась, что-то там, человек всегда будет с тобой, потому что интересно. Интересно. Когда к вам приходят вот такие либо напуганные девушки, либо, может, немножко потерянные, какие-то подавленные, какие они выходят после вас? Может, у них как-то уже плечи расправляются, блеск в глазах появляется? Вы видите это? Самое большое, конечно, это небольшое количество, но самое большое количество – это когда они мне пишут. То есть я не вижу, как у них горят глаза. Но когда я читаю то, что они пишут, у меня горят глаза. И я сейчас с недавнего времени стала в Инстаграм помещать все эти отзывы, чтобы они показывали, вдохновляли других. Посмотрите. Самое главное, когда она пишет, что было всё плохо, на какой тренинг мне пойти, что мне взять, какую программу, как начать, с чего вообще, куда идти. И я смотрю потом переписку, эволюцию, что называется, сознание. И я смотрю через несколько месяцев, через год, у кого-то через два года, да, вот самые такие закостенелые случаи. Я читаю то, что она пишет, как она радуется своей жизнью, что всё, я поняла, у меня получилось, я начала делать, у меня получилось. Я открыла, я купила, я построила. Или я разрушила токсичные отношения. Я избавилась от людей, от которых я не могла избавиться, потому что я была слабой. И вот эта их победа, у меня, у меня всё горит. То есть я с горящими глазами всё это читаю. Хочется спросить вас о 30% вашей аудитории. О мужчинах. Зачем же они приходят к вам? Просто мы привыкли, что мужчины, они такие кремене, им неинтересна психология, а тут приходят к вам на тренинги. Через эти женские типа темы я всё равно вывожу на работу с мозгом. Что делать с мозгом? Всё, пойми, что всё здесь. Главный инструмент достижения цели – это мозг. Возьми его и начни с ним работать. И мужчины видят, что да, вроде какое-то попсовое название. Там смотрят трансляции, смотрят пост. Но видят, что это универсально, подходит и для мужчин. И главный запрос – это цели. Как правильно сформулировать, что делать мне с собой, чтобы быстрее прийти к цели. И второй момент – это когда мужчины жалуются на то, что я её не понимаю. Какой тренинг обязательно должна посетить любая девушка? Обязательно посетить. У меня нет тренингов, там, какие-нибудь три секрета, пять секретов, семь приёмов, два притопа, три прихлопа. Я всегда говорю, нужно быть готовой поработать. А это ежедневный труд, гработливый подвиг. Когда ты отслеживаешь свою мысль, и она хочет начать обвинять кого-то, начать жалеть тебя. Ты бедная, тебе не повезло, ты здесь, а все там. В общем, тебе не повезло. Отслеживать, хватать эту мысль за хвост и вызывать другую. Я – причина того, что происходит в моей жизни. Значит, я что-то делаю не так. Есть, конечно, самые лёгкие базовые программы, например, предселфмейд. То есть есть селфмейд люди. И я говорю, вы хотите начать что-то из себя делать, вот есть ещё и предселфмейд. То есть прежде, чем начать селфмейдить, приведите голову в порядок. И, в общем, станет ясно, что делать со своей головой, чтобы она вам помогала достигать целей. 30 ноября состоятся целых два ваших тренинга. Давайте приоткроем завесу тайны и обсудим одну из подсем тренинга. Вот как найти свою миссию? Да, как найти миссию? Миссия, миссия. Если мы возьмём слово «миссия», что это такое? Это поручение пространства. Пространство, большая система, Бог и так далее. Вот кто во что верит, кому как угодно. Миссия – поручение пространства. Если мы посмотрим на людей, которые могут и которые не могут. Потому что я не расскажу, как найти её, но я расскажу, что надо делать, чтобы она пришла. Найти мы не можем, но мы можем подготовить себя. Миссия – поручение пространства. Если мы поставим себя на место пространства, у нас есть важный пакет, важное поручение. Нам нужно дать кому-то этот пакет, чтобы он его донёс. Военный пакет. Красная печать. Секретно, совершенно секретно. И так далее. Дипломатическая миссия. Кому мы доверим этот пакет? Тому, кто обладает дисциплиной, прежде всего, по отношению к себе. Тому, у кого есть какая-то ясность в голове, чего он хочет в этой жизни. Тому, кто себя может контролировать. И следующий момент, который очень важен. Почему всё-таки полезно готовить себя к тому, чтобы миссия пришла? Потому что, когда ты делаешь что-то хорошо, пространство тебе это доверяет, у тебя автоматически закрываются все твои потребности. Делай это, у тебя это хорошо получается. И всё, что ты хочешь – деньги, имущество, нужных людей рядом – это всё падает просто автоматом. То есть человеку уже не нужно над этим работать. Когда он делает что-то очень хорошо, то есть там должно быть… Как ты понимаешь, что ты делаешь это хорошо? Тебе нравится, ты постоянно учишься, да? Там постоянный прогресс. Миссия – это не работа, от неё нет выходных. Ну, я думаю, подробнее всё люди узнают на ваших мастер-классах. Да. Была рада с вами увидеться. И всем рекомендую, потому что беседа была очень интересная. Спасибо большое. Да, завтра в «Ла-Ля-Ротонда», «Ла-Ротонда», можно и так, и так. Если кто-то хочет, может присоединиться к нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова